Итак, всем добрый вечер. Мы начинаем нашу трансляцию. И сегодня у нас с вами начинается вторая неделя онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Reflame». И сейчас с вами на связи Александр Ивасечко, основатель-организатор онлайн-форума. И если вы меня сейчас хорошо слышите, то поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, дайте обратную связь. И сейчас с вами на связи Александр Ивасечко. Сейчас, секундочку, я тут все как раз подготовлю, настрою, проверю. Если вы хорошо слышите, то есть. Все. Смотрим, слушаем, проверяем. Да, звук есть, отлично. Все, пошло, запустили. Итак, всех я вас поздравляю. Мы пришли ко второй неделе нашего онлайн-форума. И еще раз я повторюсь, потрясающее мотивационное событие. Кстати, поделитесь, насколько вам нравится. Насколько нравится то, что происходит. Уже две недели. Еще не устали вторую неделю-то выступать? Потому что по насыщенности в этот раз у нас спикеров в два раза больше, нежели обычно. То есть четыре форума мы проводили, где выступало всего по одному спикеру каждый день. В этот раз у нас по два. И я думал, что сегодня будет меньше, гораздо меньше людей, участников, которые хотят продолжить наши выступления. Слушать выступления. Ну, судя по всему, это не про вас, да? Кто из вас, кстати, успел подключить еще свою команду за эти выходные, тоже откликнитесь, скажите, сколько людей сейчас вместе с вами сидит, либо, возможно, вместе с вами за компьютером, либо, может быть, вы точно знаете, что сейчас ваша команда, вместо того, чтобы слушать командный вебинар, который у вас запланирован по вторникам в 19.45. У кого из вас такие есть? Сегодня вы участвуете в онлайн-форуме. Сегодня, завтра, послезавтра. Есть такое? Отлично, вижу. О, сколько людей там? Пять, четыре, три, два. Отлично. Ну что, не забывайте, зачем мы сегодня пришли сюда. Это, с одной стороны, зарядиться, пропитаться энергией, каким-то настроением, почувствовать что-то такое, что есть только у лидеров, у топ-лидеров компании Reflame. Может быть, чего-то недостает. Помните, вот, некоторые заметили, что нужно просто быстро говорить, для того, чтобы быстро двигаться по лестнице успеха. А кто-то видел, что можно увидеть некое совершенно другое отношение, понимание и взгляд на бизнес. Я надеюсь, что каждый из вас здесь берет для себя то, зачем пришел. И вы на вебинары приходите уже с какими-то вопросами, ответ на который вы ищете с выступлений. И давайте уже сейчас я, чтобы не задерживать время, потому что у нас всего, у каждого спикера всего по 45 минут на выступление, буду передавать слово сегодняшним лидерам, которые уже готовы и ждут, когда же я им передам слово. Ну, прежде всего, первый спикер, который вам предстоит услышать, это бриллиантовый директор и топ-лидер компании Reflame Россия. Многие, возможно, знают, слышали, и наверняка здесь находится ее команда, это команда Светланы Гэлла. Пожалуйста, приветствуйте ее, дайте знать, что вы ее слышите, что вы ее сейчас будете поддерживать, потому что она подготовила вам потрясающее выступление и очень интересную и глубокую тему сегодня и будет затронута, и вы ее сможете услышать. Это тема теории поколений в продажах и рекрутирования, и спонсирования. Все три вопроса в одном флаконе, как знаете, такой синергии, вы поговорите и про продажи, и про рекрутирование, и спонсирование сегодня в один вечер. Ну, а те, кто ее не знает, чуть-чуть сможете познакомиться со Светланой поближе. Я думаю, лучше будет, если вы начнете слушать именно ее, и она сама вам о себе расскажет. Итак, Светлана, я передаю вам слово, а все, кто сейчас находится в прямом эфире, пожалуйста, смайликами, фотографиями, какими-то эмоциями отразите, отразите то, что вы готовы приветствовать наших сегодняшних спикеров. Итак, Светлана, вы в прямом эфире, можете уже подключаться. Светлана, уже можете говорить, да, уже все слышно. Хорошо. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Мне будет видно чат из другого компьютера, и это здорово, что я вижу чат. Я буду очень рада, если вы напишите в чате, как вас зовут и из какого вы города. Меня зовут Светлана Гелла. Я индивидуальный предприниматель в партнерстве с компанией Арифейм. Сегодня вы получите информацию о том, как использовать теорию поколений в бизнесе Арифейм. Кому это интересно, поставьте в чате 10. Если вам интересно, тогда у вас есть вопросы. Это так. Скажите, кто пришел сегодня со своими вопросами? Знаете, есть такая фраза, какие у тебя вопросы, такая у тебя и жизнь. Вот в нашей структуре принято задавать вопросы перед вебинаром, перед каким-то мероприятием. Вот лично я провожу вебинары каждый понедельник, вот уже три года. Это неизменно. И за это время, конечно, у команды нашей появилась уже привычка прописывать свои вопросы заранее. И если у вас сегодня перед вебинаром были также прописаны вопросы, это здорово. И мы начинаем, собственно говоря. Пока я сейчас вам загружу презентацию, я хочу поблагодарить Александра за предоставленную мне возможность выступать на таком вот грандиозном мероприятии. Итак, мы сейчас включаем. Вы сейчас увидите наши слайды. Итак, видно будет сейчас только слайды. В бизнесе я более 10 лет. И самое важное, что это семейный бизнес. Вы видите сейчас фотографию, мы вместе с супругом, это наше фото. И в бизнесе Арифо мы вместе. И в будущем мы передадим бизнес по наследству своим детям. У нас их трое. Самому старшему 30 лет, самый младший 18 лет. И несмотря на то, что мы с мужем делаем бизнес вместе, у нас разные истории прихода в Арифлее. Его история началась тогда, когда я уже была в Арифлее на 9%. К нам в Волгоград приехали наши верхние спонсоры, Светлана и Сергей Семенова. Они искали менеджера из полу и предложили моему мужу. Вот, чтобы согласиться, знаете, ему надо было уйти с работы. И мы думали вместе, мы думали всю ночь. И на утро он дал свое согласие. Вот так, в общем-то, он стал одним из первых менеджером из полу нашего города. Моя история прихода в Арифлее, она такая вот, ну, как бы более женская. Она началась в Англии. По профессии я преподаватель английского языка. Я работала в школе. И когда была победителем конкурса «Учитель года», наша Волгоградская администрация отправила меня в качестве вот такого подарка учиться в Англию в Оксфордский университет. Я жила в английской семье, и у них я впервые увидела косметику Арифлеем. Такие красивые баночки на красивых полочках. И когда я вернулась домой, я у всех спрашивала про Арифлеем. Я сама нашла своего спонсора. Мне дали телефон директора Арифлеем из Нижнего Новгорода. Я живу в Волгограде. И вот я позвонила. Это Калеева Светлана, ныне исполнительный директор. Я ей позвонила и спросила, вы можете меня зарегистрировать в Арифлеем? Не знаю, удивилась она или нет, но она сказала, что собирается к нам в Волгоград через месяц, и спросила, не могла бы я ее дождаться. Вот так я попала в Арифлеем. Я очень люблю своего спонсора и благодарна ей. Я благодарна своей команде. Это команда номер один Волгоградского региона. Я благодарна нашему командному тренеру Екатерине Салье, нашим Асмам за их поддержку, и, конечно, основателям нашей компании. Вместе мы сила. Мы способны изменить свою жизнь к лучшему и помогать людям воплощать свои мечты. В нашей структуре более 10 тысяч человек, 100 человек – это директора разных уровней. Золотые директора, сапфировые, бриллиантовые. И мы гордимся тем, что не только мы, но и наша команда зарабатывает. Что касается нашей семьи, то наша жизнь очень круто изменилась. Знаете, приятно, что наш доход в рублях, а премия и в долларах. Особенно приятно, когда курс растет. Ну, например, премия 1000 долларов совсем недавно была в перерасчете на рубли 30 тысяч рублей, а сейчас 60 тысяч. Приятно? Согласны? У нас в команде много людей, кто эти премии получает. Вот здесь вот мы с мужем получаем премию 6 тысяч долларов и 5 тысяч долларов 500 – бонус роста. А здесь наша премия 8 тысяч долларов и 10 тысяч долларов за продвижение по карьерной лестнице. 18 тысяч долларов в рублях по текущему курсу – это больше миллиона. Знаете, я до сих пор удивляюсь, что делая карьеру, вы и так увеличиваете свой доход, а вам еще платят премии за то, что вы растете. Здесь нам вручают акции компании за быстрое продвижение по карьерной лестнице и сертификат, который подтверждает, что мы акционеры и совладельцы компании Арифлеем. А это наш автомобиль Volvo S40, тоже подарок от компании, ну, можно так сказать. Я уже не говорю про iPad, iPhone, телевизор, бытовую технику, которая у нас полный дом. Это фотографии, сделанные на конференциях Арифлеем. Для нас с мужем ежегодные поездки за границу несколько раз в год за счет компании стали уже обычным делом. За последние 10 лет мы побывали более чем в 20 странах мира, а денег получили столько, ну, сколько, например, обычный сотрудник банка получил бы за 60 лет. Вот, когда мы думали о том, какую тему приготовить сегодня на нашем вот этом большом мероприятии, на нашем форуме, мы подумали, что теория поколения – это очень актуальная сейчас на сегодняшний момент тема. Вот вы знаете, я очень люблю работать с людьми, ну, наверное, может быть, такими, как я, или чуть моложе, хотя, несмотря на то, что я в школе работала, и по большому счету мне нравятся вообще, очень нравятся дети, молодежь, тем не менее, мне всегда как-то с ними достаточно трудно работалось в плане того, что сегодня у них любовь, там, завтра у них еще что-то, и мне всегда казалось, что вот они сейчас чуть-чуть подрастут, чуть-чуть подрастут, ну, и, собственно говоря, будет как раз то самое время, когда можно их звать в бизнес. Но, знаете, я вдруг поняла одну такую очень важную мысль. Дело в том, что они не меняются, вот они растут, растут, они становятся 30-летними, но они, ну, конечно, они получают опыт, конечно, у них есть какие-то там новые навыки, они, может быть, по-другому начинают смотреть на мир уже, но все равно вот их характер, их какие-то сложившиеся, вот, благодаря обществу черты, они не меняются. И я поняла, что, знаете, кто-то как-то пошутил, что скоро все бабушки будут с тату. Ну, потому что сейчас вся молодежь ходит в татуировках, а представьте, когда они станут бабушками, да, ну, соответственно, все будут в татуировках. И я поняла, что даже в 40 лет, в принципе, вот общество, то, что происходит в нашем мире, накладывает на них отпечаток, который уже не поменяет их. Поэтому, на самом деле, это очень актуально. И к этому, вот к этой теме я подошла именно с этой стороны, что не надо ждать, когда люди вырастут. Надо сейчас работать с каждым поколением в зависимости от их, вот, черт характера, в зависимости от той специфики, которая наложила на них наше время. В теории поколения мы считаем несколько поколений. В данном случае поколение GI, молчаливое поколение, бэби-бумеры, поколение Х, поколение Y и поколение Z. Вы сейчас видите на слайде, это примерно, это не примерно, а вот именно даты рождения людей этого поколения. Ну, и, соответственно, поколение, название этих поколений, оно очень напрямую связано с тем временем, в котором они жили. Потому что поколение победителей – это огромное количество воин, да, и, соответственно, так его называли. Поколение молчаливое – это как раз уже после войн, особенно я сейчас буду говорить больше про советское время, да, вот именно про Россию. Соответственно, это люди, когда они молчали, да, когда было очень опасно говорить, поэтому так они называются. Бэби-бумеры – это когда после войны был такой всплеск рождаемости. Поколение Х – это неизвестное поколение, потому что люди стали совершенно другими, они стали меняться, и опять-таки время стало на них влиять. Поколение Y или поколение Миллениум, их еще называют, да, это поколение сети, поколение людей, которые увлекаются, не то что увлекаются, они живут в интернете. И поколение Z – это поколение наших совсем еще детей, на которых многие возлагают очень большие надежды. Если посмотреть на население России в зеркале теории поколений, то мы увидим, что самое большое количество людей, конечно, это поколение Х и поколение Y. Это самое большое количество людей по населению, и, соответственно, с ними как раз самый такой вариант работать, самая такая, скажем так, актуальность очень большая, и самая эффективная работа, она как раз-таки будет происходить именно с теми, кто является поколением Х и поколением Y. Вы можете посмотреть, какого выгода посмотреть, посчитать, посмотреть, какое количество людей, и, соответственно, понятно, что поколение J – это поколение людей, которые уже не так много их осталось, там даже миллионами не исчисляется, всего лишь тысячи, да, 700 тысяч человек. И поколение Z – это дети, которые только рождаются. Z – это пока еще поколение, на которое, знаете, вот такие дети индига, на которые возлагают большие надежды, что они что-то могут изменить. И поэтому такое вот им придумали название. Есть еще эхо-поколение – это люди, которые родились на стыке поколения, ну, плюс-люминус три года. Вот я, например, эхо-поколение, и, соответственно, на этих людей очень, ну, такое, знаете, возлагаются большие надежды в плане связки поколений, да, то есть они могут работать очень хорошо и с теми, и с другими, они могут их понимать хорошо очень и тех, и других, и, соответственно, на этих людей действительно есть какая-то такая вот даже, ну, может быть, можно сказать, родились они для того, чтобы эту связку осуществлять. Один цикл поколения – это четыре поколения. Пятое поколение обладает ценностями, сходными с первыми, поэтому если, вот, собственно говоря, нам может быть интереснее сейчас начать бы разбирать с поколения Молчаливого, а не с поколения Джай, потому что в нашей работе вряд ли мы будем сталкиваться с вами с поколением Джай, но, тем не менее, я немного скажу вам про поколение Джай, поскольку поколение Зет будет очень похоже на поколение Джай. То есть, соответственно, нам тоже надо бы знать характеристики этого поколения, поскольку каждое пятое поколение обладает ценностями, сходными с первым. Итак, критерии поколений, да, то есть мы будем разбирать сегодня поколение с точки зрения ценностей этого поколения, для того, чтобы нам знать, как мотивировать людей, как, работая с ними, да, уже после регистрации, или как мотивировать людей, когда вы приглашаете их в наш бизнес. Мы будем говорить про то, как они, как они, их характерные черты их покупок, потому что это нам очень важно будет в наших продажах, и мы поговорим о том, на что нацелено каждое поколение в карьере, потому что нам это важно для нашего рекрутирования. Ну, как я вам сказала, мы немного поговорим о Джай, потому что они будут повторять немного поколение Z, будут повторять поколение Джай, поэтому мы немного об этом поколении тоже скажу вам. Итак, это дата рождения 1900 год, 1923, и их ценности формировались до 1933 года, поэтому надо посмотреть, какие события были в то время, события, сформировавшие ценности. Это революция событий 1905-1917 годов, это коллективизация, электрификация. Ценности этого поколения – это трудолюбие, это ответственность, это вера в светлое будущее, это приверженность идеологии, семья и семейные традиции, доминантность, категоричность суждений. Это вот все ценности этого поколения. Сейчас мы более подробно разберем молчаливое поколение и все остальные уже с точки зрения покупок, карьеры, с точки зрения их мотивации. Итак, 1923-1943 год – это даты рождения. Сейчас, может быть, кто-то узнал своих родителей, потому что, например, мой папа, он как раз относится к этому поколению. Ценности моего папы формировались до 1953 года. Какие же были события, которые сформировали ценности? Это были сталинские репрессии, Вторая мировая война, восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков. Это тоже очень важно, поскольку люди будут верить в силу формулы химической, таблеток, и это можно использовать уже дальше в продажах. Какие ценности? Это преданность, это соблюдение правил, соблюдение законов, уважение к должности, к статусу, честь и терпение. Вот исходя из всего этого, я буду разбирать сейчас, вот на основе этого слайда, я буду разбирать вам сейчас то, как мы можем мотивировать, то, как мы можем использовать в продажах, и то, как мы можем использовать в карьере. Итак, что касается покупок. Они верят всему, что говорят по телевидению, они верят всему, что говорят в СМИ. Поэтому обратите на это внимание, что если компания Reflame, например, проводит какие-то рекламные акции, и все это есть по телевизору, если компания Reflame является спонсором программы «Голос», то к ней будет доверие этого поколения. Если они видят рекламу, они даже сейчас, когда уже все известно, что реклама – это все-таки реклама, тем не менее люди этим рекламам, молчаливого поколения этим рекламам верят. У них очень бережное отношение к продуктам. И для них очень важно иметь много продуктов. То есть они готовы купить много продуктов, потому что они застали то время, когда был дефицит, и им важно, чтобы всего было много, чтобы было много шампунек, у них стояло много мыла, чтобы всегда был такой запас, можно было достать из шкафчика этот не один кусочек мыла, а там их 10 может лежать, потому что им важен запас. То же самое, они также относятся к продуктам, которые у них в холодильнике. Что касается карьеры, то они очень преданные люди. Они достигают карьеры, соблюдают правила, они никогда не пойдут как-то там через какие-то головы. Они соблюдают законы, уважение у них очень, такое серьезное уважение к должности и к статусу. Поэтому, если, например, у вас, вот, например, мой папа, он совершенно не приветствовал мою работу в Reflame, но когда я стала директором, он стал это уважать. Он стал уважать меня, он стал по-другому смотреть на компанию Reflame, поскольку у меня уже появился статус. То есть, соответственно, вспоминайте, например, своих родителей, а может быть, у вас даже кто-то есть в команде такого возраста, я не знаю, но вот у меня, наверное, нет. У меня все-таки молчиливое поколение, это уже вот больше так родители, которые смотрят, они следят за моими, за нашими успехами, но не принимают в этом участие. Для них важна честь, и они готовы терпеливо все вот переносить, и с точки зрения карьеры они готовы действительно терпеть. Итак, поколение бэби-бумеров, это поколение, очень много людей у меня в структуре этого поколения, особенно вот 60-х годов, и для многих это тоже родители, вот, например, родители моего мужа, они относятся к поколению бэби-бумеров. Какие же события, сформировавшие ценности? Это советская оттепель, это покорение космоса, это СССР, мировая супердержава, в то же время была холодная война, которая тоже повлияла на формирование их ценностей, это создание противозачаточных таблеток, это первые пластические операции, вы сейчас внимательно, в общем-то, смотрите на все эти события, и вы поймете, как дальше можно этим работать уже с точки зрения продажи и карьеры. Это единые стандарты обучения в школах, это гарантированность медицинского обслуживания, и ценности – это оптимизм, заинтересованность в личном, в личностном росте и вознаграждении, в то же время это коллективизм и командный дух, это культ молодости, стремление к экспертности. Как же мы это все можем задействовать в продажах? Ну, во-первых, надо знать, что это поколение любит покупать в магазине, поэтому надо сделать все, чтобы для них каталог Арифэн стал магазин. Для этого надо, чтобы выработалась привычка, и вот с поколением бэби-бомеров нужно эту привычку вырабатывать, это уже на вас лежит эта ответственность. Вы не думайте, если у вас появился кто-то из бэби-бомеров, не думайте, что они сразу начнут заказывать по каталогу. Они к этому непривычны, поэтому с ними надо достаточно много уделить времени, для того, чтобы у них выработалась привычка воспринимать каталог Арифэн как магазин. Когда они что-то покупают, им важно, чтобы этот продукт повышал статусность, их статусность, вот это очень важно при покупке. Поэтому, когда вы рекомендуете что-то из косметики Арифэн, вы должны сделать все, чтобы показать, что они будут пользоваться супер статусным продуктом, супер с каким-то таким, ну как это выразится более правильно, с результатом, который не только они получают, а вообще там не хухру-махры, да, и все такое остальное. В общем-то, вот здесь надо им обязательно это показать. И люди этого поколения, они, им важно, что у них это есть. Им важно, чтобы все узнали, что у них это есть. Поэтому, когда вы, например, в продажах, в техниках продажах подходите к этапу завершения сделки, то этим людям очень важно сказать, что все их знакомые, там все его подружки узнают, они сразу обратят внимание, что у вас стоит такая вот потрясающая туалетная вода, она очень красивая, у нее крышечка классная, я говорю сейчас про эссензу, да, к примеру. И им это важно, чтобы они поняли, что эта туалетная вода повысит их статусность, и об этом все знакомые, родственники увидят и узнают. И когда такой продукт, если так им рассказать про продукт, то преград уже для покупки этого продукта не будет. Если он им нужен, его достанут обязательно. Вот именно поэтому они любят специализированные магазины, потому что они доверяют мнению эксперта. И когда вы проводите, делаете продажу с людьми этого поколения, вам обязательно нужно показать себя как эксперта. В самом начале вам уже нужно сказать, кто вы как эксперт. Я вот, знаете, всегда говорю, наши конференции я использую для того, чтобы повысить свою статусность. Я говорю, например, если я про wellness рассказываю, то я говорю, что я обучалась там у Сикстена, в Стокгольме, я обучалась у него в Лиссабоне, я была у него на мастер-классах, там я в Институте питания Российской Академии Медицинских Наук проходила курс у Ольги Григориан, ну и так далее. То есть вы точно так же повышаете свою экспертность, работая с людьми этого поколения. И этим людям важно, чтобы близкие друзья знали о покупке, об этом постоянно говорите. Когда они изучают упаковку, они обращают внимание на пользу продукта, поэтому вы, рассказывая о наших продуктах, говорите о пользе. Итак, эти люди, для них важна статусность и экспертность. Если мы рассмотрим с точки зрения карьеры, то сейчас эти люди уже пенсионеры, ну многие из них пенсионеры, или еще пока, ну только лишь приближаются к этому возрасту, но даже если они пенсионеры, многие из них работают до сих пор, потому что они готовы долго и упорно трудиться, потому что они привыкли к этому, что надо долго и упорно трудиться, потому что, когда они заканчивали институт, их отправляли сначала по распределению, затем они 40 лет на одном месте трудились, чтобы достигнуть каких-то результатов, там сделать какую-то карьеру. Они, конечно же, стремятся к статусности и высокой должности, но при этом они нацелены на достижение результата вместе с командой. Для них не важен процесс, им важен результат, и они готовы терпеть. Вот вы знаете, с такими людьми, вот у меня очень много, я уже сказала, поколений бобби-бумеров, с ними очень легко выходить на промо-стойку работать, потому что они даже не спрашивают, если им некомфортно, они вообще не будут говорить, что им некомфортно, они привыкли терпеть, они знают, что надо упорно, долго трудиться для того, чтобы получить результат. А то, что это некомфортно, то, что это неудобно, то, что это ветер, и когда холодно, это вообще неудобно стоять, для них это не важно, для них процесс не важен, им важно нацелиться на результат. Поэтому, если вы с такими людьми будете просчитывать их результат, будете постоянно им говорить про результат, вы будете анализировать их работу и нацеливать постоянно на результат, они будут очень хорошо достигать этого результата. И очень важно, никогда не отправляйте бобби-бумеров в одиночку, они могут работать только в команде. Им нужна команда, поэтому формируйте всегда команду, чтобы вместе это было, чтобы они чувствовали эту поддержку, потому что для них, несмотря на то, что они на результат нацелены, несмотря на то, что процесс не важен, им нужно быть в команде. Как мотивировать бобби-бумеров? Просить поддержку. Они очень любят, когда чувствуют свою вот эту значимость, свою статусность, поэтому нужно просить поддержку. Надо говорить, что людям нужен твой опыт, надо говорить, что это командная работа, и что вместе мы достигнем результата. Надо говорить про то, что Арифлэм это известная международная компания, потому что им нужна статусность компании, надо эту статусность компании показать. Надо говорить о том, что руководство поддерживает нашу работу. Очень важно для них, вот вы знаете, не поленитесь, позвоните вашему астму, попросите, чтобы ваш астму позвонил и поздравил человека с новыми достижениями. Пусть это маленькие еще результаты, там 3%, 6%, процентов 9%, но вы попросите, астму никогда не откажет, он всегда позвонит, и таких людей нужно обязательно от руководства компании поздравлять. Нужно, может быть, попросить вашего верхнего спонсора, чтобы он позвонил и сделал им такое признание. Для них это будет очень-очень важно. Им надо сказать, что наша профессия входит в государственный реестр профессий, и директор для них это статус, что все им будут гордиться. Помните, им важно, чтобы люди об этом знали, их окружение об этом знало. Итак, вот хорошо, я вижу в чате, девочки, вот многие пишут, я бэби-бумер, да, может быть, немножко странно, что я называю девочками бэби-бумеров, но вот у меня все девочки, у меня девочки 17 лет, у меня девочки 75 лет, они все для меня девочки, вот, и я вижу, что вы пишете, да, там вы себя уже узнаете, вы узнаете, что вы, да, себя в этом, в том, что я вам рассказываю. Итак, мы переходим к поколению Х. Напишите, пожалуйста, в чате, кому понятно все, что я до этого рассказываю. Напишите в чате, кому понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что мы сейчас переходим к поколению Х. Это 1963, это 1983 годы рождения, я как раз таки нахожусь, отношусь к поколению Х, но я нахожусь, я родилась на плюс-минус, помните, три года, чуть больше, ну, скажем, мой год рождения 64, соответственно, получается, что я нахожусь на стыке поколений. Хорошо. Итак, до 1993 года формировались ценности этого поколения. Давайте посмотрим, какие события были в это время. Это было продолжение Холодной войны, началась перестройка, появился СПИД, появились наркотики, помните, была война в Афганистане, и тут еще очень важный момент, в продажах он был для нас важен, то, что появляется супер-гипермаркеты. Да, вот это вот очень важный момент, и давайте вот все, что сейчас мы видим на слайде, мы сейчас это перевернем с точки зрения наших продаж, карьеры и мотивации. Итак, ценности, ценности, да, поколения Х, это готовность к изменениям, это возможность выбора, это глобальная информированность, готовность постоянно обучаться в течение всей жизни, готовность обучать других людей, это уже техническая грамотность, это индивидуализм, не коллективизм, а индивидуализм, это бизнес-одиночек, это надежда только на себя, это неформальность взглядов, это прагматизм, поиск эмоций, это равноправие полов, и это отдающее поколение. Итак, если мы мотивируем человека на покупку, цель этого поколения – покупка товаров первой необходимости. Они не будут деньги тратить на какие-то там изысканные, там, как бэби-бумеры, экспертные какие-то вещи, для них важнее товары первой необходимости. И им очень важно, чтобы покупки были поблизости, потому что им нужно сэкономить время. Они готовы потратить деньги на удобство, они готовы отдать деньги за возможность купить много разных товаров хорошего качества в одном месте, потому что им важно, чтобы это было очень удобно. Они идут в магазин, точно зная, что им нужно. Когда вы что-то рассказываете про косметику Арифэм, очень важно подчеркивать их индивидуальность и уникальность, что этот продукт уникален именно для них, что он индивидуально к ним подойдет. Таких людей очень хорошо приглашать и работать с ними через мастер-классы, потому что мы вначале ему обязательно скажем, что этот мастер-класс индивидуально для него, что мы ему не хотим дать каталог просто так, потому что мы хотим, чтобы он знал точно, что ему подходит, а что нет. И мы индивидуально ему все подберем. Он должен почувствовать, что он уникален и что вот это все подбирается ему индивидуально. Они очень любят покупать самостоятельно, без нажима со стороны. Поэтому очень грамотно вам нужно подвести, завершить сделку так, чтобы человек не почувствовал, что ему что-то продают. Он должен сделать выбор сам. Они готовы, помните, когда мы сейчас читали ценности, мы видели, что там есть возможность выбора. Ему надо этот выбор делать. Он должен этот выбор сделать сам. Они очень любят, чтобы их удивляли. Вот почему очень важны различные мастер-классы, не только там один. Им вообще с удовольствием ходят на мероприятия, где им что-то очень интересно. Когда они изучают упаковку, они обращают внимание на состав. Они не на пользу смотрят, а на состав. Они уже более детально это разбирают. Карьера для них важна. Они знают, что можно сделать карьеру только через упорный труд и что несколько лет. Это у них сохранилось от бэби-бумеров. То есть они от бэби-бумеров это переняли, потому что очень долгое время, годами шла вот эта система, вуз, до школы вуз, что надо начать с низов и постепенно подниматься. То есть это все затронуло не только поколение бэби-бумеров, это затронуло и поколение Х в том числе. Но здесь некоторые разные, ну, отличия, конечно, от бэби-бумеров есть. Как самое главное, наверное, отличие, это будет то, что они, хоть и ценят человеческие отношения в коллективе, они, хоть и внимательны, в общем-то, к людям в коллективе, они все равно одиночки, они больше индивидуалисты. И если они готовы работать самостоятельно, и не факт, что там команда, то есть, ну, важна, нет, им важна команда, еще раз говорю, да, поскольку они будут уже люди процесса, но они могут работать и в одиночку, в отличие от бэби-бумеров. Для них, они такие, знаете, целеустремленные, очень ответственные работники, для них очень важны социальные гарантии, уверенность в датфишном дне, поэтому здесь надо говорить, что есть соцпакет, что есть официальное трудоустройство, что выплаты ведутся через банковскую систему, для них это все очень-очень важно. Они любят обучаться, и обучаются методично, им надо все понять, вот им надо дать четкие пошаговые инструкции. Если им этих инструкций не дать, если там бэби-бумерам можно, они будут терпеть и ожидать от вас что-то, они пойдут, понимают, что все шаг за шагом, они все это освоят, то и поколение X никуда не пойдет, пока не увидит четкую картинку. Им надо эту картинку показать, пока они не увидят. Вот знаете, часто в нашем бизнесе важнее делать маленькими шагами, продвигаться, важнее делать какие-то маленькие вещи. Вот поколению X бесполезно это давать, вот эту технику. Им надо все пошагово расписать, им надо нарисовать картинку. Вот если они увидят эту картинку и поймут ее целиком, тогда они готовы будут идти вот этими маленькими шагами. Они обязательно будут спрашивать, а как будет в конце, а что там будет дальше, а что и как. То есть им надо эту картинку обязательно рисовать. И они готовы обучаться методично, они вообще любят обучаться, готовы обучаться всю свою жизнь. Их очень хорошо, и это поколение всегда на какие-то тренинги, звать на занятия, они с удовольствием будут ходить, для них очень важны все вебинары. И в общем, обучаться они готовы, как я вам уже сказала, всю свою жизнь. Итак, они ценят человеческие отношения в коллективе, они хорошие наставники, они хорошие коучи, хорошие руководители. Как их мотивировать? Их надо увлечь процессом. Для них очень важен процесс. Они не бэби-бомеры, которые нацелены на результат, для них важнее процессом. Результат им нужен как картинку. Они знают, что это будет, и дальше вы их увлекаете процессом, и они из процесса, чтобы вот этот процесс был интересный, они будут дальше работать. Они очень любят работать на презентациях, с большими праздниками, всякими пати. Для них вот этот процесс просто очень-очень интересен. Их можно увлечь брендом, потому что это уникальность, их возможность постоянно учиться. Их обязательно увлечь можно только стабильным заработком, пусть это будет сначала небольшой. То есть здесь уже можно нарисовать картинку перспективы, но пообещать гарантии вот в ближайшее время такого стабильного заработка. Потому что сильно большие деньги их могут напугать, но тем не менее, еще раз говорю, картинку больших денег здесь мы рисуем, но ставим планы не на, ну, например, мы нарисовали им видение картинки бриллиантового директора, а планы ставим на директора. То есть здесь пошагово расписываемся, шаги до директора. Это вот именно поколение X. Им важен, кстати, бизнес в глаза, им очень важно вот именно индивидуально общаться, и поэтому для них очень сложно вот все интернет-технологии проходят. Вот знаете, бэби-бомберам проще, как ни странно, они старше намного, но их проще вовлечь в интернет-технологии, чем, например, и поколение X. Потому что бэби-бомберы, помните, терпеливые, они понимают, что если это надо, значит, это надо, и будут этим обладевать. А поколение X будет сопротивляться, у них будет очень жуткое сопротивление, потому что им важнее глаза в глаза. Вот когда вы приглашаете в онлайн-работу поколения X, здесь очень важно проводить скайп-встречи, очень, без них вообще не обойтись с поколением X. Здесь обязательно нужна будет скайп-встреча, потому что для них, ну, вот важно индивидуальное такое личное общение. Им очень важно быть частью корпоративной культуры. Им нужно обязательно вселить уверенность в завтрашнем дне, потому что для них стабильность важна, и все объяснять им четко. Итак, мы перешли к поколению Y, Крик, а я хочу задать вам вопросы, что вы скажете, насколько вам понятно. Результат для них важен, еще раз, потому что картинка, я имею в виду поколение X, им результат важен, поскольку им нужно нарисовать эту картинку, но без процесса, интересного процесса, им сложно будет делать эти результаты. Угу, хорошо. Итак, поехали дальше. Очень интересное для меня поколение Y. Знаете, я, это мое открытие. Открытие этого поколения. Я очень хорошо научилась работать с боби-бумерами, с Иксами, но, как я вам уже рассказывала, мне казалось, что поколение Y, оно еще маленькое, им надо подрасти. Вот когда они подрастут, добро пожаловать в наш бизнес. Я, конечно же, ну, у меня, конечно же, в структуре есть поколение Y, но, вы знаете, когда, вот, для меня это было открытие, потому что мои дети поколения Y, я на них посмотрела совершенно с другой стороны. У меня все дети, получается, поколение Y. Первые, старшие, это как раз-таки, которые на стыке поколений идут, и вот младший мой ребенок, чистейшее поколение Y. Это люди, которые родились в 1983-2003 год, сейчас до сих пор продолжают формироваться их ценности. События, сформировавшие ценности, это распад СССР, теракты, военные конфликты, развитие цифровых технологий, мобильные телефоны, интернет, эпоха брендов, и, соответственно, их ценности, это гражданский долг. Вы знаете, вот здесь вот очень интересно про это чуть-чуть более подробнее сказать, потому что, когда мы смотрим на поколение Y, нам кажется, что они слишком легкие. И именно из-за этой легкости, а это на самом деле присуще поколение Y, из-за этой легкости нам кажется, что они там не совсем морально устойчивые. На самом деле, это очень морально устойчивые, ответственные люди. И у них очень важно именно гражданский долг. Вот вы знаете, как мои, например, сыновья старшие, которые на эхо поколений, у них очень много черт именно поколения X. И они не такие ответственные, но я имею в виду перед гражданским нашим обществом, А вот моя младшая дочь и все ее друзья, я для себя сделала огромные, знаете, такие открытия, когда, ну, например, у меня дочь очень долгое время собиралась ехать поступать в Испанию, она ездила в Испанию, учила испанский, и она уже с 7 класса учит испанский, и, в общем-то, мы планировали, что она поедет туда поступать. Когда она уже начала учиться в 11 классе, она мне заявила, что ни в какой Испании она ехать не собирается, потому что она собирается оставаться в России, и когда ее не спросила дочь, ну, почему, она сказала, мама, а кто, если мы все уедем из России, кто будет менять Россию, мы хотим изменить ее к лучшему, мы хотим сделать все, чтобы наша страна была самой сильной державой. Знаете, я, если честно, была в шоке. Я, ну, во-первых, я считала свою дочь всегда маленькой, а тут вдруг она такие вещи стала говорить, и она поступила сейчас в Волгу, в факультет международных отношений, да, она там учит испанский, английский, в общем-то, ей все это очень нравится безумно, но она не собирается никуда уезжать, она собирается быть в стране, и у нее все друзья такие, да, то есть я смотрю на них, общаюсь с ними, это очень морально устойчивые люди, они очень ответственные, еще раз говорю, при всей внешней легкости и наивности. Но надо сказать, что если Х – это поколение отдающее, то поколение У – это принимающее поколение, им нужно все и сразу, они не умеют отдавать. Когда они совершают покупки, ну, во-первых, это супер-гипермаркеты, это места для их, для развлечений, они никогда не пойдут просто в отдельный магазин, они пойдут в большой гипер-супермаркет, потому что они там и в кино сходят, и в кафе сходят, и покупки какие-то сделают, посидят с друзьями, им очень важна компания друзей. Когда они выбирают товар, им важно попробовать, им важно давать попробовать. Они очень быстро принимают решения, легко, играя, развлекаясь, им очень хорошо делают какие-то интерактивы, им надо вот, чтобы все это было играючи. И они покупают эмоциями, их надо впечатлить. Когда они их, когда, если их впечатлить, они все обязательно это купят. Они, изучая упаковку, обращают внимание на процент жирности, на килокалории, на витамины, на минералы. То есть они вот повернуты уже в этом, да, то есть очень многие из них идут в правильный такой образ жизни. Они там ходят, вот обратите внимание, если раньше когда-то там, лет 15 назад, я помню, мы ходили на салюты, там на салюты, я практически уже перестала ходить на наш салют, потому что у нас там пьяная молодежь ходила, то сейчас такого нету. Молодежь в спортзалах, они тренируются, они там хотят, они на все смотрят, насколько этот продукт полезен или нет. Им важна яркость упаковки, им важна эстетика. Вот когда вы им продаете, например, RFM, всегда упаковывайте, всегда делайте упаковку, всегда говорите, что вы готовы упаковать подарок, сделать его красивым. Это очень важно им. Вот им важна экологичность. Они увлекаются вегетарианством, молекулярной кухней, да, это вот то, что как при покупках. Если говорить про карьеру, они не учатся. Сразу скажу, их очень много получает образование, но еще раз, они не учатся, а получают образование. В этом очень есть большая разница. Учиться и получить образование, разные вещи. Они готовы очень быстро, экстерном часто, они готовы одно, два, второе, третье образование. У меня вот подруги Дашины, и она сама нацелена была сразу учиться параллельно и дневное отделение, и заочно, я говорю, Даш, давай, ну, подожди, не повремени, но ты всегда можешь пойти на заочное там в следующем году. То есть подруги у нее некоторые так и выбрали несколько направлений сейчас, хотя они там особо не учатся, да, они прибежали, что-то там поздавали, и сам процесс учебы их не увлекает, им нужно быстро это образование. Они иногда часто учатся ради диплома просто или ради родителей. Ну, и так скажем, знаете, к обучению подходит дифференцированно. Когда им что-то надо, они все сдают. Если им не надо, они вообще это игнорируют. Они очень легкие на подъем, более амбициозные, но они не хотят много и долго и упорно работать, как поколение Икс или как поколение бэби-бумеров. Не хотят они много и долго и упорно работать. Они хотят все быстро, они хотят быстрые деньги, хотят быструю карьеру. У них очень большое количество претензий, у них просто масса претензий и куча проблем. На работе им важен психологический, такой комфортный психологический климат. Они ценят современные технологии, потому что без них им вообще уже трудно. Им очень важен быстрый результат и процесс комфортный, комфортный процесс. Выше всего они ценят личную свободу, и выборов у них должно быть много. Вот если бэби-бумеров можно не предоставлять выбора вообще, Иксам уже надо давать выбор, но желательно там два, чтобы они выбрали. Ну, можно три. То поколение Икрик можно давать много выборов. Они умеют выбирать из много, им даже нужно, чтобы этого многого было больше. Они за партнерство, они за подчинение. За лидерство, а не руководство. За обмен информацией, а не за ее навязывание. Они за интересную и сложную работу, а не за нудные действия. Они за обратную связь с руководством, а не молчать в тряпочку. Они за уважение, а не не бояться, не забояться. Они за принятие быстрых решений. И вот вы знаете, самым классным таким примером в том, как объединили, привлекли к работе поколение Икрик является Макдональдс. И самый важный слоган, который привлек поколение Икрик, это Макдональдс пишется в твой мир. Они первые ввели Wi-Fi у себя в своих ресторанах не для того, кстати, чтобы покупатели там сидели. Сначала была идея именно для работников, для молодежи. У них постоянно там перерывы 10-минутные. И вот в это время они быстренько входят в интернет. Они не могут без интернета, без ВКонтакте и так далее. И уже потом, когда они увидели, насколько это пошло и стало популярным, они это ввели уже и для посетителей, потому что посетители Макдональдс – это тоже поколение Икрик, как правило. И они, когда зовут на работу, они не говорят, что тебе нужно делать вот это, вот это, вот это. Они говорят, все будет для тебя комфортно, мы впишемся в твой мир. У тебя будет там 10-минутные перерывы каждый час. Ты будешь спокойно заходить в интернет. Ты сможешь сделать карьеру, никто на тебя надавить не будет. То есть вот это вот все, что нужно для Макдональдс, вернее для Икрик, сделали Макдональдс. И нам можно этим пользоваться. Мы можем точно так же сделать, чтобы Арифлейм вписался в мир поколения Икрик. И это будет самый главный слоган для работы с этим поколением. И поколение Z – это 2003-2023 год. Соответственно, они только-только у нас появляются. Они еще совсем маленькие. Про них ничего пока не известно. Но очень большие надежды на рост экономики, на экологичность планеты возлагаются на это поколение. Но запомните, а им уже никто не указ, обратите внимание на этих малышей, им никто не указ, кроме них самих. И что с этим будет, мы посмотрим дальше. Эти маленькие дети уже родились в интернете. В отличие от Икриков, они совершенно уже другие. Они уже с двух лет в этом интернете. Они уже годовалые в интернете. Для них это уже такое обычное дело. И нам действительно самим всем очень будет интересно посмотреть, что будет из этих детей. Итак, мы с вами подошли к завершению нашего сегодняшнего вебинара. И я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, что было ценным для вас сегодня? Напишите, пожалуйста, в чате, что было ценным для вас сегодня? Возможно, вы кого-то увидели. Возможно, вы кого-то увидели сейчас среди своих консультантов. Возможно, вы в чем-то увидели себя. И вы теперь как-то более по-другому будете понимать своих консультантов. Вы по-другому будете относиться к своим родителям, к своим детям. И я думаю, что вам это действительно будет для вашей эффективной работы очень значимо. И я благодарю лично вас, каждого из вас, за то, что вы сегодня проявили этот интерес к нашему сегодняшнему вебинару, к нашей сегодняшней встрече, к нашей презентации. Благодарю за вашу активность в чате. Надеюсь, что вы будете проводить презентации, применяя теорию поколений. Потому что ваше домашнее задание будет сегодня, это то, что вы сегодня услышали, начать применять в ваших презентациях, в ваших продажах, в вашем спонсировании, в вашей работе с вашими партнерами. И я действительно надеюсь, что вы будете проводить презентации, применяя теорию поколений. И вы получите навык, который сделает ваш бизнес более эффективным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Светлана Гела. Пока-пока. Итак, давайте поблагодарим Светлану Гела за такую очень интересную и объемную тему. Теория поколений оказывается, вот я иногда думал, почему с одной возрастной категорией людей я могу о чем-то договориться и достаточно просто и легко. А с другими как будто есть какое-то препятствие или стена, что-то такое непреодолимое. А оказывается, все очень просто. Нужно учитывать разные специфику работы с разными поколениями. И тогда, тогда совершенно можно и по-другому бизнес строить. Спасибо, Светлана, за столь интересную тему. И, кстати, все, кто сейчас на вебинаре, я вас прошу из уважения к спикеру. И для того, чтобы посмотреть Светлана, сейчас будет очень внимательно изучать чат, напишите, пожалуйста, вот что именно, вот три каких-то пункта, три каких-то ценных мысли, которые вы вынесли сегодня из выступления, которые повлияют на ваши дальнейшие действия. И то, что вы будете уже, начиная с сегодняшнего и завтрашнего дня, применять в своей работе. Сделайте, подведите какой-то небольшой итог. И это как раз то время, которое вы можете использовать для того, чтобы пока я буду подключать следующего спикера. Итак, сейчас давайте сделаем небольшую, минутную, буквально паузу, для того, чтобы вы смогли подвести итог сегодняшнего выступления. Вот Светлана Гелла и готовьтесь слушать следующего спикера. И не отключайтесь от прямого эфира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Ну что же, мы продолжаем. Я смотрю, что вы... Вот, зачитал с вашими выводами. Очень интересно наблюдать за тем, что Костников для себя что-то вынес с выступления. Да, кстати, обратите внимание, что, слушая разных людей, вот чем интересен еще сам форум и формат его проведения, то что по большому счету, возможно, здесь, если вы приглашаете свою команду, и они вместе с вами слушают выступления... Ну, даже сейчас я не говорю о лидерах, топ-лидерах, это, конечно, отдельная тема. Я просто говорю о том, что разных людей. То иногда срабатывает такой интересный эффект. Кстати, им часто, скажу вам по секрету, пользуются лидеры, когда организуют какие-нибудь мотивационные или большие мероприятия и договариваются о том, что нужно донести команде. Сейчас поймете, о чем идет речь. То есть иногда, когда кто-нибудь из вас сталкивался с тем, что вы что-то пытаетесь объяснить своим людям, своей команде, повторяете из них это изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, ощущение, как будто они вас не слышат. И интересный момент, что бывает другая страна, когда они же, ваша команда, приходят на какое-нибудь мероприятие, слушают выступления какого-то другого человека со сцены, да, и он по большому счету говорит все то же самое, о чем вы старательно утвердили и старались донести до своей команды на протяжении всего этого времени. Но они вас не слышали. А тут после выступления они подбегают к вам с горящими глазами и говорят, дошло, я такое услышал, я такое увидел, я такое понял. И вы так вот про себя смеетесь, говорят, ну я же вам об этом на протяжении уже целого года говорил, не слышали. Вот чем интересен формат форума, то что, объединяя усилия многих лидеров, каждый по большому счету, ну может быть даже где-то темы пересекаются, да, но все равно он пропускает рассказ через свою историю, через свой опыт. И иногда вот есть этот смысл использовать, что если вы хотите донести какую-то информацию до своих людей, что они вас просто, возможно, перестали слышать, приводите их на выступление к другому спикеру, к другому лидеру, вот, например, на онлайн-форум. И, возможно, вот тут у них, как это говорится, жетон-то и проварится. Ну это была такая небольшая вводная, а сейчас я хочу уже приступить к тому, чтобы представить нашего следующего спикера. И до этого мы говорили про поколение, что разница в поколении, и в каждом случае есть смысл использовать, ну, какой-то свой подход и учитывать вообще все эти особенности. А сейчас давайте перейдем к такой интересной, любимой, где-то наболевшей теме, это работа, или к вопросу такому, работать в интернет или вживую, онлайн или оффлайн. Я постоянно вижу вот это такое противоборство, что лучше, что хуже, старые методы не работают, но впереди новые технологии, кто-то идет в эти технологии, там не получается, возвращается в старые, ну как в старые, хотя в кавычках старые, знакомые, понятные, известные. И все равно какое-то идет такое метание, что выбрать, вроде бы все идут в интернет, а может быть не надо идти в интернет, а вот это вообще, кстати, пугает, потому что, ну, смотрите, сколько всего и с какой скоростью все это развивается. И часто вот в этой суете упускают самое важное, по моим наблюдениям, это перестают работать с людьми, перестают заниматься тем, что является самым важным в работе любого дистрибьютора, любого консультанта, любого лидера. Это работа, я бы так сказал, оттачивать навык выстраивания определенных отношений с людьми, партнерских отношений, которые бы приводили к увеличению объема продаж, к увеличению команды, группы, рекрутов, к росту по карьерной лестнице и так далее и тому подобное. И вот, конечно, надо как-то все это совмещать, то есть говорить однозначно, что работать нужно только вживую и не использовать интернет, это уже некорректно. Говорить 100%, что надо использовать только интернет, от всего старого отказаться, это тоже, ну, как-то в чем-то здесь есть какой-то подвох. А вот как найти в этом баланс, вот мне кажется, вы сегодня сможете узнать, потому что следующий спикер это Ольга Кирильчук, топ-лидер компании Reflame Украина, которая как раз и выступит с темой и раскроет вам вот эти секреты совмещения оффлайн или онлайн технологии. Итак, Ольга, я передаю вам слово, подключаю вас к прямому эфиру и, пожалуйста, всех участников, кто уже готов встретить Ольгу, как-то отразите это в чате. Ольга, все, вас слышно, можете приступать, я передаю вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно быть частью такого масштабного форума на две страны, и я думаю, что нас слышат не только две страны, а гораздо больше консультантов, и я в восторге от того, что я тоже смогу быть вам полезна и внести свою лепту в ваше развитие, ваше понимание той индустрии, того бизнеса, того глобального масштабного бизнеса, который предлагает нам Reflame. И вы увидите, может быть, еще какие-то грани для себя, которые позволят вам по-другому относиться, еще больше людей приводить в этот бизнес, еще больше доверять вашим спонсорам и использовать разные методы работы, потому что мы с вами, как говорила Светлана, многие на стыке поколений. Я пришла в Reflame в 26 лет, и за это время от городских телефонов перешли к первым мобильным телефонам, теперь к первым смартфонам, и эти технологии не стоят на месте, развиваются, и мы должны за всем этим успевать. Но сегодня мое выступление посвящено тому, без чего невозможно двигаться в этом бизнесе, что является фундаментом и основой бизнеса, на каком бы уровне вы ни были, и без чего невозможно стать директором компании Reflame. Если меня слышно и видно, я буду рада, если вы отреагируете в чате, поставите плюсики, а я сейчас подключу презентацию и смогу еще показать вам слайды, которые я приготовила. И, знаете, интересно то, что сейчас, сегодня 1 декабря, мы с вами вступили в зиму, и сегодня, если единицу прибавить и 12, то получается число 13, которое говорит о трансформации. Я верю в то, что сегодняшний вебинар никого не оставит равнодушным, и вы уйдете с новой информацией, которая даст платформу для новых успехов. Появились слайды, и я хочу немножко рассказать, кто на этих слайдах. Я рядом со своим мужем Анатолием Кирилльчуковым, золотой директор компании Reflame. Я сапфировый директор компании Reflame. И вот мне кажется, очень важно, что объединяет нас всех в Reflame – это семейные ценности компании. И моя формула успеха – это счастье в семье в четыре руки, и счастье во много рук – это командный бизнес компании Reflame. И на этом, на слайде есть фотография лидеров моей команды, и если вам видно, то за их спиной есть такое слово «будь». Это одно из составляющих успеха, формулы успеха. Сначала быть, а потом иметь. Потому сегодня моя презентация посвящена основам бизнеса, формуле успеха, без чего невозможно стать успешным. И это прежде всего две составляющих – лидерство и ценности. И Александр совершенно прав в том, что многие спикеры уже говорили об этом. Но это то, без чего нельзя построить свое авторство, свой бренд, свой проект раскрутить, если у вас нет лидерства. И если у вас ценности не совпадают с ценностями компании, прежде всего, и вашей команды. Мой проект называется «Сам себе директор». И мы сразу отсеиваем тех людей, которые не берут на себя ответственность. То есть эти люди становятся нашими любимыми пользователями, но только те люди, которые берут ответственность за себя, за других, за результат команды, они становятся директорами. За что можно брать ответственность? Прежде всего, это ответственность перед собой за качество своей жизни, за жизнь и образование своих детей, достаток вашей семьи, своё настоящее и будущее. И, конечно, ответственность за свою мечту, чтобы она не осталась мечтой и запылилась на полках, а она воплотилась в жизнь. Вы сейчас на слайде увидите табличку, которая поможет вам определить, кто перед вами, человек ответственный или нет. Человек ответственный прежде всего отличается мышлением. И лидерство выражается в трёх фундаментальных таких пластах. Мышление отличает лидеров, действия отличают лидеров, видение цели и результата. Но как же определить, перед вами лидер или нет? Одним из критериев является ответственность. Это десятибальная шкала. На нуле этой шкалы будет такое состояние, как жертва. И мы с вами часто встречаемся с людьми, в разговорах слышим, что кто-то виноват, компания не такой продукт, не те условия, или я пробовал, у меня не получилось. Но это ещё не самый худший вариант. Но в словах будет перенесение ответственности на кого-то. Или человек берёт ответственность полностью на себя и всегда будет вести свой диалог с позиции «Я это сделаю, я готов обучаться, и никто не виноват в том, что у меня не получилось», а будет искать возможности. Если вы приемлете эту схему, и вам она понятна, поставьте плюсики в чат, я буду понимать, что мы с вами на одной волне. Что касается действий. Одним из критериев является опыт. Если человек делает много действий, то он получает жизненный опыт. Или он оправдывается. Для меня всегда была формула успеха и таким жизненным кредо лучше сделать, чем оправдываться. И это тоже лидерское качество. Видение целей результата. Такой человек-лидер всегда сфокусирован на задачах. Он говорит об идеях, о их воплощении. Люди, не готовые к лидерству. Может быть, это растущие лидеры. Их тексты, их высказывания будут меняться. По мере того, как они развиваются, попадают на такие замечательные семинары, читают книги и учатся успешных людей. У таких людей нет планов, у них туман в их целях. Они не понимают, чего они хотят, потому постоянно чем-то могут быть недовольны. И такие люди часто обсуждают людей, а не идеи и задачи, которые нужно ставить перед собой, перед командой. Мы с вами сейчас просмотрели эту табличку и перейдем к другой. Мне очень понравилось выступление спикеров, которые говорят, что очень много есть инструментов, которые помогают нам разложить на полке многие понятия и вещи. И вот я старалась приготовить презентацию в табличках, чтобы вам было еще понятнее, смотрибельнее, и что-то можно было отскринить и оставить себе в папочку для работы со структурой. Ценности. Как их определить? Я думаю, что с лидерством, мышлением и действиями, и целями мы с вами разобрались. Как же определить ценности? Я задаю простые вопросы. Чем вы гордитесь? В жизни, если это новичок, который еще стал только на путь бизнеса, и в бизнесе, если это уже опытный менеджер. И мерилом, и ответом на… Я всегда прислушиваюсь внимательно к ответам. И мерилом для меня самой является основатель компании Роберта Фьокник. Человек с большой буквы. Я вам расскажу маленькую историю о том, как на одной из золотых конференций я первый раз встретилась с этим человеком и прошла мимо, даже не заметив, что это основатель компании. Не было вокруг него охраны, не было на нем каких-то суперодеяний или что-то говорило о том, что он миллиардер или человек суперуспешный. Вот эта простота и то, что эти люди находятся среди нас и так близко, было первым, что меня поразило. Второе и еще более мощное впечатление на меня произвело, то, как после большого банкета очень большое количество людей было готово и поставили себе за цель сфотографироваться с основателем компании. И прошел час этих фотографий, прошло два часа этих фотографий. Мне казалось, что уже не осталось ни одного человека, который бы не сфотографировался. И Роберт улыбался и готов был сфотографироваться со следующими-следующими лидерами. И вот уже утомленные фотосессии и удовлетворенные люди разошлись, и Роберт садился в машину, и когда бежит еще одна девушка, которая не успела сфотографироваться, и говорит, Роберт, Роберт, фотофор мембе, фотография на память. И Роберт ходит из машины и с ней фотографируется. Вот такое отношение к людям, вот такое уважение к людям, несмотря на то, что вы основатель компании, несмотря на то, что вы лидер, директор на своем уровне, что вы владелец офиса, может быть, что вы владелец большого тысячного бизнеса и уже плотные купюры, денег лежат у вас в кармане. Вот это отношение к людям меня тогда поразило. И я думаю, что если вы встречаете своих людей в офисе, если вы готовы откликнуться, и вы настоящий партнер своей команды, вот эти ценности нужно вносить, и они являются фундаментом для того, чтобы ваш бизнес был успешным, и в него входили все новые и новые партнеры. Ради кого я готов действовать и достигать новых результатов? Это та мотивация, которая никогда не заканчивается. И если рядом с вами есть люди, ради которых вы готовы открывать новые уровни, ездить на новые и новые конференции, это всегда будет источником вашей энергии. И ради чего? Многих людей мотивируют материальные вещи. И это замечательно, потому что очень много красивого в этой жизни. И можно ходить с закрытыми глазами и не видеть туристические агентства, красивые машины, шубы, качественную одежду, прекрасные кулинарные изделия, даже какие-то мелочи, мелкие радости на каждый день. Но нужно это замечать и к этому стремиться. И если это будет вас вдохновлять на новый рекрутинг, на приглашение новых людей, это просто замечательно. Потому что лидерство — это самомотивация. Люди, лидеры всегда знают, ради кого, ради чего они утром просыпаются и делают иногда сложные для себя вещи и преодолевают трудности. И если в вашей команде появятся люди, которые не будут с вами разделять эти ценности, они уйдут. И к этому нужно тоже спокойно относиться. Потому что вы сейчас слышали выступление о том, что люди приходят с разными, разных поколений. Им важно разного достичь. Но я думаю, что любой, кто прикоснулся к ценностям компании «Арифлейм», ушёл из неё богаче. А кто остался, тот развивается и обязательно достигнет самых высоких результатов в своей жизни. «Мои ценности» — это моя команда, моя семья, моё качество жизни и мой жизненный проект. Я хожу на работу, или как это у нас называется, да, я каждый день в бизнесе с большим удовольствием. И это большая свобода. Свобода, когда ты каждый день живёшь в полную мощь и получаешь от этого удовольствие. Потому очень важно найти свой жизненный проект, приносить людям пользу и наполнять качество своей жизни своими свободными выборами. От чего же зависит свобода наших выборов? Мы многие из тех поколений, когда стыдно говорить о деньгах. Нас учили скромности. Но сейчас другое время, и очень многие люди говорят о доходе. И мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас написали, сколько денег вам нужно для счастья. И я думаю, что сейчас в чате появятся совершенно нескромные цифры. И тот слайд, который у вас перед лицом, он говорит о том, что есть обязательные платежи, которые мы просто обязаны оплачивать государству, налоги, коммунальные платежи. Есть обязательные расходы. И чем больше у вас остаётся свободных денег, тем более вы свободны. Финансовая свобода даёт и другую степень свободы. Когда можно улучшать в колесе жизни, которое сейчас появится у вас на слайде, улучшать все грани своей жизни, все сферы своей жизни. И я думаю, что никто не будет против удвоить ту сумму, которую вы написали. Потому что если вы сегодня думали о какой-то конкретной покупке, то я уверена, что вы не подумали о своём отдыхе, вы не подумали о том, как вы можете помочь своему окружению. Вы ещё не всё обдумали, что вы можете сделать мелкие, приятные и крупные подарки своим любимым. Я думаю, что вы ещё не подумали об инвестировании. Вы ещё не отделили часть денег на благотворительность. И, конечно, вы ещё не попали на семинары к самым успешным людям, а это тоже часть денег, которую нужно инвестировать в своё развитие. Потому смело удваивайте свои цифры, и я думаю, что такие цифры будут вас мотивировать. И подумайте о том, какой доход, на каком уровне эти доходы соответствуют нашей лестнице успеха. И мы не случайно с вами встречаемся в конце года, потому что сейчас самое время планировать, как я закончу свой год, сколько партнёров в моей первой линии, сколько партнёров у меня в глубине, и какие планы я строю на следующий год. И мы с вами говорим о том, что формула успеха — это всегда наличие свободных денег, это всегда стремление к финансовой свободе и всегда работа над тем, чтобы все сферы жизни развивались гармонично. И немножечко мне хотелось поговорить с вами о мотивации. Мы всегда говорим, что какие-то вещи нас мотивируют, нас заставляют, нас стимулируют, являются рычагом к нашим действиям. И, может быть, кто-то ещё не знает, что мотивация бывает от чего-то и к чему-то. Я визуал, очень люблю картинки, и я приготовила вам несколько слайдов, которые помогут вам в этом разобраться. И сейчас вы видите две картинки старости. К сожалению, время летит очень быстро, и мы с вами с каждым годом становимся зрелыми, мудрыми и богатыми в Арифлейм. Какая картинка вам нравится больше? И что вы готовы делать, самое главное, чтобы в своей жизни нарисовать свою картину, своей обеспеченной, здоровой, счастливой, семейной, такой благополучной старости. На следующем слайде ещё одна мотивация от и к. Вы видите молодое, красивое лицо, и через какое-то время происходят процессы старения, и мы зарабатываем первые морщины, никто ещё не поборол земное притяжение, потому только компания Арифлейм своими новыми лифтинговыми сериями «Новая Эйдж» позволяет нам с этим бороться. Это тоже мотивация очень многих женщин быть молодыми в любом возрасте. Если это так, дорогие женщины, поставьте смайлики, восклицательные знаки, что мы всегда хотим быть красивыми, молодыми, хорошо выглядеть и нравиться мужчинам, которые с нами рядом. И вторая картинка говорит о том, что можно уходить в своей жизни от ситуации, когда у тебя пустой кошелёк, и стремиться к бизнесу, который даёт постоянные растущие доходы. И это наш с вами бизнес, бизнес компании Арифлейм. Мы сейчас несколько слайдов посмотрели о мотивации. Без мотивации невозможно лидерство, без мотивации невозможна формула успеха. Находите свою мотивацию. В этом вам помощь коллажи, картинки, красивые глянцевые журналы, и, конечно, путешествия с компанией Арифлейм за границу, когда планка взлетает намного высоко, и вы приезжаете домой и делаете ремонт, что-то пытаетесь поменять, зарабатывать больше и перенести часть этой красивой жизни в свой быт, независимо, из какой страны вы приехали. И вот ещё один слайд, который тоже поможет вам разобраться в той ситуации, в которой вы находитесь. Моя презентация называется «От классики к модерну». То есть от базовых вещей до современных технологий и ускорения вашего бизнеса. Но очень важно понимать, в какой ситуации находитесь вы сейчас. И вот такая фраза всегда помогала мне провести планёрки со своими менеджерами и сделать, задать вопросы самой себе. Если вы видите сейчас на слайде, прочитайте и запишите для себя в блокнот такую фразу «Никто не идёт в мой бизнес». И подчеркните, пожалуйста, в этой фразе вот то слово, которое больше всего вас цепляет. «Никто не идёт в мой бизнес». И где-то вы всё равно резонируете больше со словом «Никто» или «Не идёт» или «В мой бизнес». И я хочу вам сделать маленькую подсказочку. Если вы реагируете на слово «Никто», то прежде всего в данный момент вы отошли от рекрутинга. Он сейчас не на должном уровне. И нужно обязательно увеличить статистику рекрутирования. Если говорить о классике, то я сама работаю офлайн. И каждый день 10 контактов занести в блокнот, найти, позвонить, сделать 10 звонков для того, чтобы были горячие звонки – это просто норма. Если говорить об интернете, то если вы не отправляете 500 сообщений, то это вообще ничто в интернете. Потому бизнес и оффлайн, и онлайн, он имеет свою статистику. И если вы резонируете на слове «Никто», то подумайте о статистике вашего бизнеса. «Не идёт». Здесь нужно взять листок и написать 50 выгод, почему я сотрудничаю с Арифлейм. Если напишите «Больше», это ещё лучше. Но 50 – это тот минимум, который сделает вас мотивированным, который сделает вас уверенным, который поможет любому человеку дать возможности Арифлейм с наибольшим раскрытием потенциала и выгод сотрудничества. В мой бизнес. Очень многие люди приходят к нам, мало зная о бизнесе, ещё не представляя себя директором, кто ещё никогда не был руководителем и не готовые к управлению большими организациями. Потому мой бизнес – это прежде всего ваша собственная самооценка. Это готовность вести за собой людей. И если вы резонируете на этой части фразы, то вам нужно почитать литературу, вам нужно посетить мероприятия и повысить собственную самооценку. Я предлагаю вам ввести дневник успеха и записывать туда самые, казалось бы, маленькие свои успехи. Но это будет накапливать в вас потенциал, и вы всегда будете с новичком вооружены своим жизненным опытом. И вы будете понимать, что именно в ваш бизнес, как к опытному лидеру, могут прийти и должны прийти новые партнёры. Мы переходим к следующему слайду. Если кто-то готов поделиться, то в чате вы можете написать, какая же часть фразы больше вас зацепила. Я продолжаю с вами анализировать, и для меня была большим открытием такая табличка, такая возможность анализировать свой бизнес, как свод-анализ. Очень многие компании, это бизнесовый инструмент, очень многие компании рассматривают состояние, сегодняшнее состояние бизнеса через вот эту табличку свод-анализ. Буква «С» — это сильные стороны. Буква «В» — это слабые стороны. «О» — это возможности, opportunities, возможности. И буква «Т» — это угрозы. То есть мы находимся с вами не в идеальных условиях, потому очень важно трезво оценивать реальность и понимать чётко свои сильные стороны и слабые стороны, и что являются большими возможностями. И мне очень понравилось, что очень многие говорили о том, что всё можно улучшить. В какой бы точке бизнеса вы сейчас ни находились, благодаря тому, что вы приняли решение, благодаря тому, что вы сегодня на этом вебинаре, всё можно улучшить. И в этом прелесть нашего бизнеса. Мы не пришли на один день в «Орифлейм». Я в бизнесе уже 16 лет. И в мой бизнес уже пришли мои дети. И в этом новые возможности моего бизнеса. И специально я вынесла вот те возможности, о которых чаще всего я говорю. Именно сейчас, именно в наше время. Что экономика сейчас заставляет людей искать дополнительный доход. Мы с вами говорили сегодня о тех свободных деньгах, которые можно инвестировать, которые можно откладывать, которые можно делить между разными сферами своей жизни. И чем больше этих денег, тем человек более свободен, и у него есть ощущение счастья и удовлетворённости своей жизни. Сейчас сезон подарков. Мы с вами та компания, которая предлагает качественный продукт в большом ассортименте. И те подарки, те наборы, которые предлагает компания просто в каталоге, они уже имеют свою ценность. Но я думаю, что это момент творчества. И мы с вами от мелких до дорогих подарков имеем возможность предложить нашим клиентам на любой кошелёк продукцию компании «Арифлейм». Все пользуются косметикой. То, что наши продукты заканчиваются, и мы как консультанты просто жизненно необходимы, это является бесконечной возможностью находить новых и новых клиентов и партнёров. Возможность пользоваться продукцией от производителя по высочайшим критериям качества и доступным ценам. Строить карьеру, путешествовать, строить бизнес и получать пассивный доход. Я хочу сказать о том, что 4 года назад мой муж пригласил в бизнес Анну Черну. И это сейчас исполнительный директор компании «Арифлейм». Я думаю, здесь очень многие люди знают Анну, и я не удивлюсь, если здесь её есть структура. Это наш бизнес-партнёр. Это лидер с большой буквы. Это звезда мировой величины. Это человек, который работает последними технологиями и развивается просто с космической скоростью. От банкета директоров до сегодня новых 85 директоров и 3 открытых новых бриллиантовых звания, которые и в России, и в Украине. Потому я очень уверенно могу говорить о пассивном доходе. И всем вам желаю найти партнёров самостоятельных, самодостаточных, готовых двигать свой бизнес в интернете или офлайн и говорить о своём авторстве. А у вас будет возможность дать им базу бизнеса, которая позволит им творить и строить уже свои методы работы. Что важно при подборе партнёров? Ещё одна табличка, она уже на сегодня последняя, которая, я думаю, тоже пригодится вам для того, чтобы вы могли определить, готов человек развиваться или не готов. Вот четыре состояния. «Хочу, но не могу». И я в скобочках написала, что это новички. Они приходят с горящими глазами, они верят в работу в интернете и в офлайн. Они выходят на анкетирование, они делают рассылку, открывают странички. И очень важно быть здесь рядом, сопровождать и помочь человеку преодолеть первые разочарования или какие-то первые трудности или работу с возражениями. Но состояние «хочу» и высокой мотивации однозначно связано именно с новичками. Следующее состояние. Когда могу, но не хочу. Не все люди готовы бежать длинные дистанции. Не все люди могут дождаться своего действительно большого результата. Потому здесь тоже очень важно сопровождение. Очень важно быть рядом. И те менеджеры, которые застряли на каком-то своем небольшом уровне, потому что чем выше уровень, тем уже деньги являются мотивацией. А вот на маленьких уровнях 3, 6, 9, 12, 15 процентов, если люди застают, здесь очень важно мотивационные мероприятия, мотивационные книги, ролики и мотивационное сопровождение. И есть такое состояние, когда человек и может, и хочет. Это ваши лидеры, это ваши директора, это ваши люди, золотые кораблики, с ними можно быть в партнерстве и совместно проводить большие мероприятия, проводить совместные вебинары. Люди со своей точкой зрения, со своим почерком в бизнесе. И для меня самый важный квадрат, когда не хочу и не могу. Вы знаете, я очень много лет, просто лет потеряла на то, чтобы из тех, кто не хочет и не может, сделать директоров. И мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас прошлись по всем четырём квадратам. Но если человек не хочет, и вы ему даёте задание, а он и не может, не готов обучаться, тогда просто не тратьте, не вкладывайте свою колоссальную энергию любви, потому что мы все движемся именно на любви к людям, на любви к компании, на любви к продукции. Не тратьте свои просто тонны энергии и любви на таких людей. Работайте в первых трёх квадратах. Когда хотят, но не могут, научите. Когда могут, но что-то не получается, посопровождайте и промотивируйте. И будьте рядом, и партнёрами гордитесь, и поздравляйте на банкетах тех, кто может и хочет. Скажите, пожалуйста, как часто или кого больше, сколько процентов в вашей структуре вот людей из разных таких категорий. Напишите, сколько из первого квадрата, второго, третьего, и есть ли у вас четвёртый квадрат? Я думаю, что вот когда вы оденете на себя этот квадратик, вам сразу станет понятно, в кого нужно вкладывать свою силу, энергию, кого нужно выращивать, а кто-то просто чемодан без ручки, и не стоит на него тратить своё время. Это реалии бизнеса, потому очень многие в оффлайне тратили много лет на какое-то одно звание, вкладывая не в тех людей. У лидера должна работать интуиция, и самое главное, наш бизнес делается не словами, а делами. Смотрите, что человек делает. Говорить могут разные, а что он делает, это лучшие показатели, лучшая методила. Ну и система работы оффлайн и онлайн, они настолько едины в том, что они состоят из системы приглашения, из системы сопровождения, из системы обучения. И если вы хотите высоких званий, то у вас обязательно должна быть система выращивания лидеров. Не бойтесь делегировать, не бойтесь доверять, давайте возможность роста для своих менеджеров. Поручайте им презентации, блоки презентаций, вебинары, пусть они записывают ролики на Ютубе, запускают каталог, пусть делают ту часть лидерской работы, которая является двигателем, которая нарабатывает их авторитет. И лидеры – это те люди, которые, я уже говорила, быстро восстанавливаются, любят смену деятельности, и которые не боятся трудностей. Потому ни в коем случае не бойтесь, что вы их перегрузите, и они уйдут из бизнеса. Наоборот, вот такое напряжение для них более интересно, чем такая, знаете, работа в каком-то болоте. Потому я думаю, что это является базой и для оффлайн, и для онлайн. И там, и там есть напряжение, есть задачи, есть скорость, и есть статистика. И система мероприятий. Так получилось, что когда я приняла решение работать активно в интернете и взять какие-то элементы этой системы, я провела обзвон, попросила лидеров провести обзвон и спросила те каналы коммуникации, по которым людям легче всего получать информацию от компании. И так оказалось, что очень многие в моей структуре, скажем, 80%, еще не готовы были работать в интернете. То есть это люди чуть-чуть постарше, и уже компьютер им не дают дети, они еще не знают кнопочек вкл-выкл, или не знают браузеры, и какие-то для них страшные слова, которые связаны с развитием в интернет. Потому если ты с этими людьми сделал свои высокие звания, если эти люди любят продукцию компании «Арифлейм», являются лояльными и преданными, то как можно оставить этих людей? Потому в моей системе есть мероприятия, которые мы проводим в офисе, которые мы проводим в кафе, которые мы проводим в саунах, на мастер-классах. И, конечно, мне очень хочется омолодить свою структуру, привести новых амбициозных лидеров и дать возможности «Арифлейм» молодежи. Я слушала Дмитрия Шевчука и в восторге от того, как у парня в 17 лет 44 тысячи гривен зарплата. И я думаю, что любая мама хотела бы, чтобы сын был руководителем, развивался, имел достойные деньги для того, чтобы содержать свою семью и перспективы путешествий, развития и обеспечивать и родителей в том числе. Потому я работаю, я совмещаю через мастер-классы, делаем красивые фотосессии и выкладываем это в интернете. Вот эти мероприятия можно проводить и в оффлайне, и в онлайне. Мои лидеры проводят презентации в офисе и запуски каталогов, записи видеороликов на Ютубе. Мы делаем семинары, встречи с психологами, обучение с экспертами, с косметологами, с людьми, которые нам продвигают как эксперты wellness в офисе, а также эти записи и записи вебинаров выкладываем в Ютубе. Потому очень хорошо совмещается и одно, и другое, и люди обладают навыками двух инструментов. Но если человек не готов брать на себя ответственность в офисе, он не пойдет в интернет и не будет туда запускать свои ролики, он не откроет свой канал на Ютубе. Потому ответственность, лидерство, ценности – это остается базой. И, конечно, у нас есть чаты, которые позволяют быстро, оперативно обмениваться информацией в группах, в контактах, в одноклассниках и чаты в скайпах. То есть мы пользуемся современными интернет-технологиями для коммуникации, потому что структура разрастается, и уже просто на телефоне невозможно передать 5-6 страниц текста с распродажами. Хотя мы активно пользуемся сейчас вайбером и ватсапом. Ничего не стоит на месте, и все это нам в помощь. Мастер-классы с фотосессией, набор группы по визажу. То есть набор группы по визажу, обучение. Вот сам себе директор – это бизнесовое название нашего проекта. Сам себе визажист – это подраздел. И мы обучаем молодежь. Это 11-е классы, выпускные. Это женщины, девушки, которые хотят знать беспроигрышный цвет своей помады, как за собой ухаживать. Мы приглашаем и из интернета, и из оффлайна по рекомендациям на свои группы по обучению. И затем видеоролики с приглашением, фотосессии с фотографиями. Вот такие прекрасные модели выкладываем в интернете, собираем лайки и реагируем, и переписываемся, уже сопровождаем тех людей, даем информацию, кто на это был спровоцирован красивыми фотографиями. Независимо от сезона, летом, это осенью или зимой, мы проводим фотосессии, проводим мастер-классы. То есть два мастер-класса в каталог – это информация о запуске, информация о подборе индивидуально, и обязательно блок о бизнесе с блоком о том, что мы берем рекомендации. Поэтому мы здесь совмещаем и оффлайн, и онлайн. И сопровождение после мастер-класса – это тоже важно. Человек получил много эмоций, много впечатлений, много ощущений. И очень важно написать ему карту красоты и сформировать его покупки. Затем менеджеры следят, когда какое средство попадает в скидку. И уже договариваясь с клиентами, консультантами, а затем и с будущими дистрибьюторами, договариваются о том, когда им лучше, на какую сумму приобрести. Время разное, люди приходят к нам с разными возможностями, но нет тех женщин, которые бы не хотели повторить тот образ, который у них есть на фотографии, запечатлен вот в то мгновение, когда они очень красивые. А у нас есть возможность благодаря косметике «Арифлейм» подчеркнуть самые сильные стороны нашей женской красоты. Мы проводим анкетирование с подбором помад на день города, просто выходя на площадки, в парки. И вот прямо на улице мы можем через пробники подобрать человеку помаду и сфотографировать, и затем взять страничку соцсети для того, чтобы выслать фотографию. Это такой крючочек и возможность затем коммуницировать с человеком в будущем и подготавливать, подогревать его к регистрации. Потому у меня есть такая формула, если человек тебе не доверяет, он никогда у тебя не купит продукт и не купит бизнес. Потому, может быть, это не самый быстрый путь, но сначала доверие, нужно сначала что-то дать, прежде чем получить. И мы готовы встречаться с людьми на бесплатных тестированиях, бесплатных мастер-классах, чтобы что-то дать, показать наш бизнес, показать лицом нашу косметику, вызвать доверие, а затем приглашать в бизнес и порционно, так сказать, дозированно давать информацию. С мотивационными роликами, путешествиями, приглашением на следующее мероприятие. И, конечно, мы берем контактные телефоны для того, чтобы сопровождать и оффлайн говорить о каких-то очень быстрых акциях, которые дает компания. То есть пользуемся всеми каналами коммуникации. Большие встречи в кафе с экспертами – это стало нормой. И раз в квартал у нас происходят встречи, посвященные самым крупным запускам, стратегическим продуктам компании «Рифлейм». И сейчас на слайде вы увидите фотографии с запуска серии «Нова Эйдж» с нашими косметологами, где все дамы, кому по возрасту эта серия подходит, все смогли протестировать. И прямо на этом мероприятии для тех, кто оформлял регистрацию, мы делали 20% скидки. Для тех, кто был консультантом уже и оформлял заказ, потому что в любом кафе есть Wi-Fi, вы можете присоединиться к интернету, мы делали бонус, приглашение на мастер-класс декоративного макияжа и также поход в сауну, где можно было поухаживать еще и за телом. И таким образом, покупая серию, человек не выпадал из нашего, так сказать, внимания на 3 месяца, которые в то время, когда он пользуется уходом за лицом. А у него есть еще планы, мечты на то, чтобы купить себе что-то из декоративной косметики или ухода за телом. Потому вот такие бонусы, акции, встречи, они делают очень приятными, очень торжественными и интересными наши встречи, на которые люди приходят. И мы зовем их как оффлайн, так и онлайн. И заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что все способы работают. Главное — идти к своей мечте. И если вернуться к слайду «Мотивация от», то это мотивация краткосрочная, это мотивация больше страха. «Я не хочу вот такой страшной старости, я не хочу такое сморщенное лицо или я не хочу пустой кошелек». Мотивация страха очень короткая. А другая мотивация «К» — это когда бесконечные мечты, бесконечные картинки красивой жизни, улучшенных ваших условий жизни, качества вашей жизни, радостные картины ваших семейных праздников, ваших командных праздников. Это бесконечный источник вашей энергии, созидания и большого удовлетворения. И наша компания находится именно в этой энергетической части состояния мечты. Воплощая мечты, мы помогаем людям. И это очень важно. Вы в правильной компании, в правильное время, время, когда нужны людям деньги, нужны новые возможности, новые подарки, новые инструменты. И мы в «Арифлейм» новые деньги, и мы в «Арифлейм» это можем дать своим людям. Поэтому я вам желаю энергии для того, чтобы в этот месяц до конца года вы как на финишной прямой выложились на этой дистанции. И еще поставьте себе планы. 100 человек узнал о возможностях «Арифлейм». Тысячи человек благодаря интернету, если говорить о современных методах, узнали благодаря вам о возможностях компании «Арифлейм». Энергии, лидерство. Помните, ради кого и ради чего вы это делаете. И знайте, что Роберт Афьокник готов пожать вам руку и с вами сфотографироваться на вашей первой золотой конференции. До встречи! Я рада была поделиться наработанными инструментами и большим счастьем тому, что я принадлежу большой семье «Арифлейм». Спасибо Александру за предоставленную возможность. Давайте поблагодарим Ольгу за выступление. Сейчас, секундочку, мы ее отключим. Уже хорошо. Ольга, благодарим от себя лично, от имени всех участников нашего онлайн-форума. Я благодарю вас за потрясающее выступление. И давайте сейчас традиционно в чате напишите, каждый из вас, какую главную мысль вы вынесли. И какую, да, даже не главную мысль, давайте вот так закончим. Что? Ответьте на вопрос, что вы сделаете уже сегодня или завтра, если у кого-то сейчас уже глубокая ночь. Что вы сделаете первым делом после выступления, которое вы только что сегодня услышали, только что выступал, вы слушали Ольгу Кирильчук, это сапфировый директор, топ-лидер компании Reflame Украина, которая с вами делилась своим пониманием, видением и некоторыми наработками совмещения онлайн и оффлайн технологий ведения бизнеса. Пожалуйста, напишите свои выводы, свои мысли, свои задачи, которые вы перед собой ставите в чат, и подкрепите, если есть возможность, если вы имели честь сфотографироваться на каком-то из мероприятий с Ольгой, подкрепите фотографии. Ольге пусть в интернете увидят, благодаря кому вы узнали о сегодняшних каких-то открытиях для себя, кто вам помог протолкнуть или провалить, протолкнуть этот жетон, да, чтобы он провалился. Вот, ну, и еще раз своими, тем самым вы благодарите сегодняшних спикеров, и сегодня я напомню, что вы слушали двух потрясающих топ-лидеров, это Светлана Гелла, топ-лидер компании России, и Ольга Кирильчук, топ-лидер компании Reflame Украина. На этом наш сегодняшний день онлайн-форума заканчивается, и вас впереди ждет еще целая неделя еще новых спикеров. Завтра в 19.30 мы точно так же с вами собираемся, и в 19.45 выступает первый спикер. И обязательно познакомьтесь с программой мероприятия, потому что завтра вас ждет еще одна очень-очень-очень интересная, даже две встречи. Всем на этом спасибо. До завтра. Обязательно подключайте, посмотрите, где ваша команда. И до встречи в эфире. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok